Мы знаем ее по главной роли в оскароносном фильме «Унесенные ветром». Именно она сыграла зеленоглазую, упрямую и своенравную Скарлетта Харра, обойдя при этом полторы тысячи претенденток. Красивая и несравненно талантливая Вивен Ли уже с детства знала, кем хочет стать, и шла к намеченной цели с упорством своей героини. Она родилась в Индии и была единственным ребенком в семье английского военнослужащего и актрисы небольшого театра. Несмотря на то, что в то время семья проживала в колонии, мать Вивен уделяла большое внимание благородному воспитанию девочки и хорошим манерам. Как и ее героиня Скарлетт, актриса потом говорила, что следовать этикету – это никогда не делать то, что тебе хочется. Переехав в Англию, Вивен отдали в пансион при монастыре, где она провела восемь лет и где начал проявляться ее бунтарский характер. Выйдя из пансиона с блестящим образованием, она стремится идти к своей мечте и с помощью связи отца поступает в Королевскую академию драматических искусств. И чтобы вырваться из-под опеки и запретов родителей, она выходит замуж в 19 лет за 33-летнего юриста, истинного британца Герберта Ли Холлмана. Она не мечтала ни о семье, ни о детях. Но крошка Сюзанна появилась на свет, когда ее матери не было и 20 лет. И по словам будущей кинозвезды, ее угнетала сама мысль о том, что кроху нужно месяцами кормить. А уж тем более, она не собиралась ради дочери уходить из профессии. Несомненно, она любила свою дочь, но семейный быт ее тяготил. Она не могла посвящать себя готовке и стирке. Быть стал для нее аналогом монастыря с его запретами и правилами. Карьера, которую она строила, отодвинула на задний план и ребенка, и прошлую жизнь. А между тем, Сюзанна Фаррингтон в девичестве Холлман выросла на редкой скромной и в лучших смыслах воспитанной девушкой. Она никогда даже помыслить не могла, чтобы собирать дивиденды от славы своей матери. Она никогда не собиралась писать мемуаров и очень ревностно охраняла архив Вивьен, не допуская его огласки. Она слишком любила свою мать. Кстати, а я хочу напомнить, что у нас появился новый телеграм-канал, где мы рассказываем еще больше интересных историй, а также новости из мира знаменитостей и кинематографа. Присоединяйтесь по ссылке в описании, мы будем рады. Ну а теперь вернемся к самой героине рассказа. В 22 года состоялся ее кинодебют. Из-за ошибки наборщицы в программке случайно появляется имя Вивьен вместо Вивиан. И с тех пор актриса пользуется этим именем, приставив к нему частицу Ли, часть фамилии ее мужа. Буквально же после ее первой роли критики заявили о рождении новой британской звезды. Вскоре на театральных подмостках во время работы над Маской Добродетели она встречает главную и единственную любовь всей своей жизни – актера, режиссера и постановщика Лоуренса Оливье. На тот момент они оба были несвободны. У него была жена и маленький сын, у нее муж и маленькая дочь. Но Вивьен не смущала эта преграда, она всегда получала то, что хотела. Ее одержимость была настолько сильной, что однажды она на эмоциях воскликнула «за этого человека я выйду замуж, но до этого еще далеко». А пока в 1937 году актриса уходит от мужа и оставляет дочь. Влюбленные не скрывают свои чувства, появляются везде вместе и на спектаклях, и на премьерах, и на светских раутах. Она помогает ему во всех его начинаниях и играет в его спектаклях. Но официально объявить об отношениях они не могут, супруги не дают им развод. Обладая железным упрямством и волей, ради любимого Вивьен оставляет семью, закрывает глаза на церковные догмы. И будучи официально женатыми, актеры начинают жить вместе. Об этих отношениях Лоуренс Оливье позже сказал «Я не мог удержаться от Вивьен. Ни один мужчина не мог. Я ненавидел себя за то, что изменял Джилл. Но я изменял и раньше, а это было что-то другое. Это была не просто похоть. Это была любовь, о которой я не просил, но в которую был втянут». Оливье был непомерно амбициозен и чисто любив. Наверняка эти черты, да и многие другие, такие как талант, упорство и невероятная работоспособность, помогли ему стать тем великим актером, популярность которого в Англии была невероятно велика. Основатель национального театра, постановщик шекспировских пьес и один из лучших их исполнителей. Но Англии ему было мало. Он стремится получить известность в Голливуде. И надо сказать, ему это удалось. Впоследствии он получит четыре Оскара. А в том далеком 1938 году он принимает приглашение сняться в экранизации романа «Грозовой перевал». Он отправляется в Америку и менее чем через месяц Вивьен присоединяется к нему. И там на нее обрушился успех. А именно ее звездная роль в эпопее «Унесенные ветром». Вместе с Кларком Гейблом они сумели воплотить на экранах всю трагичность их любви. А в жизни актеры стали хорошими друзьями. За роль в этом фильме актриса в 26 лет получила премию «Оскар», а также любовь зрителей по всему миру. Популярность, свалившаяся на Вивьен, оказала подавляющее действие на Лоуренса Оливье. Ведь в этот момент он испытывал трудности в своей карьере. Из-за глубоких чувств к нему она прятала газеты с хвалебными отзывами в свой адрес, а статуэтку Оскара подпирала двери в ванной. Она спонсировала постановку его спектаклей, которые не всегда были удачными. И после одного из таких провалов они возвращаются в Англию. Наверное, именно в этот момент их отношения стали разрушаться на фоне профессиональной конкуренции. Вивьен продолжает сниматься. За свою жизнь она оставила внушительную фильмографию. В 1943 году она едет в африканское турне, и там у нее проявляются проблемы со здоровьем. Лишь через продолжительное время и множество обследований у нее подтверждается туберкулез. Закончив лечение, Вивьен возвращается к съемкам, где у нее случается выкидыш. Все это откладывает отпечаток на ее психологическое состояние. Частые срывы, затяжные депрессии, резко меняющееся настроение. Был длительный период восстановления в психиатрической лечебнице, где у нее диагностировали биполярные расстройства. Но Вивьен не из тех, кто сдается. После лечения она играет Анну Каренину. И несмотря на все препятствия, добивается главной роли в фильме «Трамвай желания», где ее партнером становится красавец Марлон Брандо. Долгие и изнурительные девять месяцев шла работа над этой картиной, в результате которой она получила свой второй Оскар. Как говорила сама актриса, роль Бланш Дебуа окончательно свела ее с ума. Истерики сменяются активностью, а потом депрессией. Она так хотела подарить ребенка своему любимому мужчине, что второй выкидыш окончательно ее подкосил. В то время как сам Лоуренс Оливье все реже бывал дома, не выдержав лавины обрушившихся проблем, поддержку ей оказывает ее первый муж Герберт, которому она причинила столько боли. В периоды хорошего самочувствия она продолжала сниматься и играть в театре. Но когда ей исполнилось 45 лет, судьба нанесла еще один удар. Лоуренс Оливье разводится с ней и уходит к молодой актрисе Джуан Плоурайт. В лучших традициях Скарлетт О'Хара внешне Вивьен воспринимает этот удар абсолютно спокойно. Мы можем только догадываться, какая драма разыгралась в ее душе. Она с головой окунается в работу в постановке на Бродвее. Но, к сожалению, эмоциональные переживания, напряженный график и нервные истощения сыграли свою роль и вернули ее в пучину припадков. Она возвращается в Лондон, где заботу о ней проявляет все тот же бывший муж Герберт. На фоне всех нервных потрясений к ней вернулся туберкулез. После лечения она пытается еще вернуться на сцену и снимается в голливудском фильме «Корабль дураков». Но по возвращению в Англию болезнь проявляется с новой силой. Ее тело нашел актер Джон Мэривейл, с которому Ли были на тот момент вяло текущее отношение. Он сразу же позвонил Лоуренсу Оливье, мужчине и трагедии всей ее жизни. Мужчине, которому она мечтала подарить детей. Простояв около ее тела несколько часов, он просил прощения за все беды и обиды. Вивен Ли оставила неизгладимый след в истории кинематографии. Ее считают одной из самых красивых женщин 20 века. Как и мечтала, она стала великой актрисой и покорила весь мир, но не смогла удержать любовь единственного своего мужчины. Новая молодая супруга Лоуренса Оливье подарила ему троих детей, и с ней он прожил до самой своей смерти.